Всем привет, меня зовут Евгений Потапов, я из компании IT-сумма и я хочу поговорить о том, почему отказоустойчивость и полноценные 24 на 7 стопроцентный аптайм веб-сайта не настолько простая вещь, как может показаться на самом деле очень-очень сложная. И какие посмотреть вещи, как можно пытаться сделать какие-то операции, как можно понять, с какими партнерами вы работаете, чтобы получилось более надежно. У меня для начала вопрос, а кто связан с разработкой, с технической стороной сайта, а кто связан больше с маркетингом и управлением? Да, кто с технической, кто с управлением и маркетингом? Окей. Смотрите, почему я сейчас про все это рассказываю. Наша компания занимается кулосуточной технической поддержкой и администрированием веб-сайтов. Мы занимаемся тем, что стараемся оперативно реагировать, когда сайт падает, а еще стараемся делать так, чтобы сайты не падали. У нас сейчас больше 150 клиентов на поддержке, больше 1000 серверов на поддержке, которые посещают больше 100 миллионов уников в сутки. Есть разные-разные проекты, есть какие-то довольно известные, есть меньше известные, есть стартапы, есть e-commerce. И все эти проекты интересуют практически главная вещь, как сделать так, чтобы сайт никогда не падал. Как сделать так, чтобы сайт никогда не падал? Ну, как бы сейчас, в наш 21 век уже не нужно объяснять никому, почему сайт не должен падать. Ну, как минимум, есть прямая потеря прибыли для относительно крупного, но не мега-большого магазина. Даунтайм в один час – это уже 34 тысячи рублей. Постоянные частые падения сайта ведут к снижению в поисковиках и снижению трафика. Если у вас какая-то есть постоянная аудитория на сайте, то падение сайта ведут к потере ее лояльности, люди могут уйти к конкурентам. И если вы занимаетесь закупкой трафика, то, наверное, знаете, что частые падения могут привести к тому, что у вас снизится рейтинг, вы станете получать меньшие позиции в рекламных сетях и, соответственно, тоже меньше посетителей, меньше трафика, меньше денег. Вообще, когда люди хотят получить результат, чтобы сайт работал и никогда не падал, есть один ключевой момент, который не совсем корректен, который мы считаем, что в голове следует изменить. У людей есть представление о том, что сайт – это некий механизм, которым можно поменять какие-то шестереночки так, чтобы в результате эти шестереночки работали все время. Вот мы взяли, взяли часы, поднастроили, подналадили, и все, эти часы будут работать всегда. К сожалению, сайт больше похож на человека. То есть нельзя взять и навсегда наладить человека так, чтобы он никогда не болел, чтобы у него было все хорошо со здоровьем и так далее. Если посмотреть на то, как сделать так, чтобы человек никогда не болел, то нужны три составляющие. Во-первых, нужно, чтобы около человека была доступна медицинская инфраструктура, больницы, поликлиники, доступное оборудование. Во-вторых, нужно, чтобы люди, которые находились в этой инфраструктуре, управляли этими медицинскими девайсами, имели нужный опыт. И в-третьих, из одной из самых главных вещей, в целом на здоровье влияет образ жизни. Если вы занимаетесь активным образом жизни, если вы каждый день бегаете паркур, то понятно, что риск вашему здоровью значительно выше, чем если ничего особенного не происходит, а вы занимаетесь спортом и следите за собой. По сути, вот эти три элемента, они, такие же элементы существуют в работе сайта, в работе интернет-проекта. Медицинская инфраструктура – это хостинг, это архитектура проекта, это то, как сделано его резервирование, то, как ведется его резервное копирование, то, как ведется его мониторинг. Опыт персонала – это то, насколько корректно разрабатывается сайт, какие правила разработки придерживаются, какие навыки администрирования есть у администраторов, насколько оперативно администраторы реагируют на проблемы и так далее. Но образ жизни – это то, что происходит с вашим сайтом в течение времени. То есть, если там есть рекламные кампании, если есть какие-то изменения постоянные на сайте, то риск падения увеличивается. Мы считаем, что есть набор неких правил, некий чек-лист, пройдясь по которым, можно увеличить, уменьшить вероятность падения, увеличить продолжительность работы сайта. Некоторые эти вещи довольно очевидны, но некоторые вещи мы часто упускаем даже в своей работе, хотя у нас, по сути, и наша работа является попыткой обеспечить максимальный аптайм сайта. Итак, начнем с инфраструктуры. Для начала в основе всего, по сути, лежит хостинг. К хостингу нужно задать ряд вопросов, нужно понять ряд моментов, чтобы понять этот хостинг, который вы сейчас используете или который вы собираетесь использовать. Он вообще подойдет для возможности обеспечения достаточной работы сайта, достаточного для вас аптайма или нет? Самый первый, самый простой вопрос – а вообще вы используете хостинг или нет? Или это просто перепродавец, который использует другой хостинг? Если вы взяли какую-то компанию, которая перепродает другую компанию, Возможно, что она перепродает, например, зарубежные серверы, но вам не сильно критично размещение персональных данных, вы используете российского реселлера зарубежной компании. В этом случае вы, по сути, получаете, да, вы минимизируете проблемы общения на русском языке с поддержкой, вы получаете, возможно, рублевые счета и рублевое взаимодействие отсутствия валютных операций, но, по сути, вы получаете просто дополнительную прокладку между вами и настоящей поддержкой. Если что-то случится с сервером, если вам что-то нужно будет оперативно решить, все, что будет делать тот реселлер, у которого вы купили сервер, это передавать запрос, переводить запрос на другой язык и дальше ждать ответ. Вы здесь получаете риск того, что сотрудники реселлера неправильно переведут, вы здесь получаете риск того, что поддержка реселлера будет работать не так оперативно, как поддержка основного хостинга, просто потому что реселлер занимается, ну, фактически, с процессом и перепродажей. И вы получаете риск того, что, ну, просто удлинение времени процесса для исправления проблем. Если основной хостинг предлагает определенное время реакции, то реселлер добавит дополнительные минуты к этой реакции или часы, если все очень плохо. Второй вопрос про хостинг. Это уже, если это действительно настоящий хостинг, у него настоящие серверы, какой дата-центр он использует. Это не сильный критический момент с точки зрения эксплуатации, если, например, вас интересует поддержка, если у хостинга есть несколько площадок. Но это важный вопрос для понимания стабильности. Если у хостинга есть свой дата-центр, это гораздо лучше, чем если он использует чужой. В зарубежных практиках мы это видели гораздо реже, но в прошлом году в России, например, мы знаем однозначно о том, как один из хостингов, который арендовал помещение в другом дата-центре за неделю, ну, как он сообщил, за неделю до часа Че, получил извещение от дата-центра, что дата-центр сам хозяин здания выгоняет из помещения, и хостингу всем серверам нужно переехать в течение недели в любое другое место, которое они выберут. Соответственно, клиентам был предложен даунтайм либо в один день, либо в другой день длиной в 24 часа. Клиенты, ну, это вполне обычная нормальная практика, не проверяли, как себя поведет сервер после долгого времени выключения. После этого даунтайма многие серверы не включились, случилось большущее-большущее обращение в техподдержку, все лежало, все было плохо, техподдержка не могла ответить, потому что запросов очень много, и переезд на самом деле продолжался у них не один или два дня, но несколько дней больших-больших косяков. Важный вопрос это то, какие, собственно, серверы предоставляются в аренду, если вы берете серверы в аренду. Очень много, очень популярная сейчас тема облаков. К сожалению, на мой взгляд, Амазон, конечно, в России ничего, ну, на настоящий момент догнать не может. Очень большое количество хостингов, которые, называются сейчас облаками, выросли из ВПЦ, ВДС хостингов, и у них есть болячки, связанные с виртуализацией. У вас не существует настоящих жестких дисков, эти жесткие диски находятся где-то далеко, и хостингу нужно придумывать, как разделять хранилище между виртуальными машинами. Практически большинство хостингов виртуальных, если говорить экономическими терминами, не обладает достаточным капиталом для того, чтобы начать масштабироваться в тот момент, когда они исчерпают свои железные ресурсы. То есть виртуальная машина располагается на железных серверах. Вот у вас есть четыре железных сервера, вы на них разместили условных 40 виртуальных машин, и все хорошо, вы зарабатываете деньги. Появляется 41-я виртуальная машина. Она не влазит технически, вы ее можете поднять, но ресурсов на нее уже не хватит. Для того, чтобы разместить эту 41-ю машину, вам нужно взять дополнительный железный сервер, который будет стоить больших-больших денег. А получать за виртуальный сервер вы будете совсем немножко. Соответственно, у вас вопрос, либо вложиться в инфраструктуру и сейчас пойти снова в убытки, потратить деньги, либо отказаться от клиента и сказать, что мы больше не можем расти, либо попытаться засунуть эту виртуальную машину на те же машины железные, которые у вас есть. Это, конечно, самый плохой пример, но такие примеры в нашей практике мы видели, и это нехорошо. У виртуализации есть большие плюсы, есть хорошие компании, которые занимаются виртуализацией в России, и у которых все относительно стабильно, хотя проблемы всегда есть у тех или иных компаний. Но все-таки мы бы рекомендовали подумать больше про железные машины, чем про виртуализацию, если вы думаете о долгой эксплуатации. Важный вопрос, очень классно будет, если у вашего хостинга, который вы выбираете, исходя из вопросов построения отказоустойчивой системы, есть несколько географически распределенных дата-центров. Потому что в этом случае вам для создания географически распределенного резервирования, для создания резервной площадки, не нужно будет обращаться на первом этапе в другой хостинг, для того, чтобы поднять независимую площадку, которая будет находиться в другом дата-центре. Вам достаточно будет просто в рамках того же договора, в рамках той же поддержки, поднять серверы в другом дце и там жить. Плюс еще немножко не совсем очевидных вопросов, которые даже опытные коллеги не всегда спрашивают. Первое. Додос-атака. Вопрос даже не в том, насколько сервер защищен от додос-атаки, а вопрос в том, какое поведение будет, что будет делать хостинг в случае того, когда на сервер додос-атака начнется. В российской практике абсолютно нормальным явлением считается немедленное отключение сервера в случае начала додос-атаки, так как атака может повлиять на соседние серверы. Что это означает? Вас начали атаковать, но вы об этом даже не знаете. Вы просто увидели, что у вас упал сервер. Предположим, у вас там резерв находится либо в том же додос-центре, либо, это об этом позже, либо у вас нет резерва. И вы просто видите, что сервер упал. Вы затрачиваете какое-то время на то, чтобы понять, что сервер недоступен полностью. Создаете запрос, узнаете, что сервер находится под додос-атакой, и шнур вытащен, и не будет вставлен обратно, сетевой шнур с интернетом, не будет вставлен обратно до подключения хоть какой-либо системы защиты от додоса. То есть, если у вас есть хостинг, придите к нему и спросите, что будет сделано в случае атаки. Если у вас нет нормальной защиты, а хостинг просто вас выключит, то нужно будет продумать, либо как оперативно подключиться. Например, у Битрикса есть защита от додоса с куратором на бизнес лицензии, по-моему, да? На всех лицензиях. Либо вам нужно будет найти какой-то способ подключить постоянную защиту, чтобы вас не выключили. Очень интересная штука, которую мы буквально недавно видели, даже у хорошего хостинга. Даже у хорошего хостинга сервер, взятый на распродаже, может, например, не обладать возможностью просто такой услуги для подключения, как КВМ. КВМ – это девайс внешней консоли, когда у вас падает сервер, вам нужно подключиться, чтобы подчиниться. Сервер упал, поддержка говорит, что сервер не отзывается, не находится в каком-то странном состоянии, вы не можете туда подключиться, вы потеряли этот сервер фактически навсегда. Если КВМ, важный вопрос, какое время замены оборудования. У всех в голове, что это, скорее всего, сломанный винт будет заменен за несколько часов, однако хостинг может неожиданно сказать, что в настоящий момент у нас нет оборудования, мы заменим его через два дня, а по SLA и по договору, который у нас с вами подписан, замена занимает неделю. И время установки нового сервера в случае, если вам нужно будет быстро масштабироваться. В пользу виртуализации говорит та штука, что чаще всего все-таки в виртуальных хостингах, в облаках это можно сделать очень быстро, если вы находитесь на железных машинах, вам нужно это узнать, чтобы понять, насколько быстро вы можете отскелиться. Ну и совсем такая дурацкая штука, как узнать часы работы и время реакции поддержки хостинга, потому что мы видели несколько площадок довольно больших, где, например, поддержка не работает в праздничные дни. Одна из таких неприятных аварий была у нас 31 декабря в 23.59 по Москве, когда упал сервер, и следующие полчаса хостинг, где сервер находился, там не поднималась ни трубка, не отвечались на теги, это просто потому, что в праздничные дни хостинг не работает по договору. Окей, хостинг мы прошли, теперь давайте подумаем, что сделано в резервировании у вас на проекте для того, чтобы проект подал меньше. Но самый первый вопрос, собственно, есть ли у вас резервная площадка. Если у вас нет резервной площадки, нет резервного сервера, нет резервной системы, и вы хотите, чтобы ваш сайт никогда не падал, она вам нужна просто, потому что рано или поздно падает любая система. Эта резервная площадка может быть в том же хостинге, где вы находитесь, но в другом дароцентре. Эта резервная площадка может быть вообще в другом хостинге, если вы достаточно параноидальны и боитесь, что хостинг может упасть целиком. они все падают целиком иногда, рано или поздно, но она должна быть. Мало того, если у вас есть резервная площадка, вы должны понимать, действительно ли она резервная, насколько там свежие данные. Да, у вас есть резервный сервер, но вы должны постоянно следить за тем, что на этом резервном сервере есть необходимые данные, необходимые статические данные. На этом резервном сервере есть база данных, туда присылаются все ваши необходимые данные, она туда реплицируется. И самое, конечно, важное, эту резервную площадку надо время от времени проверять, потому что, может быть, она и есть, но когда у вас обойдет основной проект, и захочется тогда переключиться, вы ни разу не проверяли, и проект не работает. То есть база пусть актуальна, но, например, сам сайт не запускается. Бэкап. Важно понять, что резервная система, резервная площадка, которая у вас есть, это не бэкап. Чаще всего в системе резервирования все изменения, которые происходят на основном сайте, они происходят и на резервном. Я не до конца понимаю, но очень-очень-очень часто мы слышим фразы в духе «Зачем нам проверять бэкап? У нас есть слейв, у нас есть резервный сервер». Мы переключимся на резервный. В своей практике 9 из 10 аварий, связанных с тем, чтобы потребовался бэкап, они связаны с человеческим фактором. Это какое-то удаление данных, это случайное удаление файлов, это какие-то выкладки, которые привели к тому, что старые данные стали, например, обновляться вместе с основными и так далее. То есть нужно понять, что есть резервный сервер, есть резервная площадка, а есть отдельная резервная копия, и у вас должна быть набор правил, набор политик по тому, как вы проверяете резервные копии. Резервная копия, резервное копирование, это ни в коем случае не такая штука, которая может быть настроена один раз, и затем не придется уже обращаться. Нельзя подходить к этому как к скриптику, который работает, 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 и все хорошо. По нашей практике бэкап ломается один раз в среднем, за тысячи серверов, в среднем за 22 дня. То есть если у вас есть резервные копии, и вы 30 дней их не проверяли, скорее всего у вас с ними что-то уже не так. То есть возможно там есть миллион причин, что может произойти. Может быть у вас во время создания копии заканчивается место на диске, может быть они создаются слишком долго, может быть они у вас складываются на тот же сервер, из которого вы можете случайно удалить данные с боевого сервера, и если вам потребуется данные перекачать откуда-то с другого места, то ничего не заработает. Может быть размер бэкапа стал такой, что распаковать его займет сутки, а вам нельзя лежать больше 15 минут. Может быть все это работает, но вы просто не проверяли бэкапы очень долго, и вся эта процедура развертывания для вас непонятна, и сама процедура развертывания займет очень долгое время, потому что вы не помните, как это все развернуть. Надо регулярно проверять бэкап, надо регулярно следить за тем, как эти бэкапы делаются, и что для резервной площадки нужно тестировать переключение, так и для бэкапов следует регулярно попытаться восстановиться из резервной копии, и понять, можно ли с ней работать, нужна ли она вам вообще, и не потеряете ли вы после этого бизнес. Еще одна инфраструктурная часть – это мониторинг. Какие ошибки мы видим часто? Администратор настраивает мониторинг сервера. Упавший сайт, не упавший сервер, очень часто, когда падает сайт, на сервере не происходит огромное количество проблем, на которое срабатывает мониторинг, а наоборот становится очень тихо, спокойно, нет нагрузки на процессор, нет нагрузки на диск, ничего не происходит, эллиртов нет. Мониторить в первую очередь нужно две вещи. Нужна доступность сайта мониторить, и вторая часть – это мониторинг, то, что мы называем бизнес-показатели сайта, то, что мониторится очень редко. В первую очередь, если у вас, например, магазин, на котором регулярно происходят покупки, можно замониторить время с последней покупки. Очень полезная штука – это мониторить размер ключевых страниц сайта и ставить оповещение на изменение размера этих страниц. Да, код может быть 200, код ответа. Да, на странице может быть более-менее нормальная верстка, но, например, если опять же говорить про интернет-магазин, в результате выгрузки у вас пропало две трети товаров. Страница вроде бы валидная, но одна треть товаров, которая никому не нужна, а две трети товаров, которые часто покупаются, пропали. Мониторинг должен сообщать о приближении аварии, а не о том, что она произошла. То есть, если у вас сообщается, стоит оповещение о том, что алерт приближается к нулю, что места стало ноль, скорее всего, у вас уже возникли проблемы такого рода, что вы будете разбираться с ними очень долго. Если же у вас будет оповещение о том, что место начинает заканчиваться, на это нужно среагировать, то у вас будет время на то, чтобы разобраться, понять, как сделать. Может быть, вам нужно добавить дисковое хранилище, можно будет изменить какие-то конфигурации, меньше писать данных и так далее. Ну и важный вопрос, собственно, кто и каким образом узнает о падении сайта или сервера. Может, у вас есть мониторинг, кто вам присылает оповещение по электронной почте человека, который у вас давно не работает, и просто никто ничего не узнает. Слава богу, Яндекс.Метрика посылает смски довольно часто, хоть какой-то есть дополнительный уровень. К вопросу о персонале. Прежде всего, это разговор идет о разработчиках и об системных администраторах. Самая частая штука – 21 век на дворе, но до сих пор очень много разработчиков не использует систему контроля версии. Файлы заливаются на продакшн по FTP, переписываются, возможно, выливаются с ошибками, откатиться назад сложно. Это звучит глупо, но этого действительно очень много до сих пор проектов, на которых системы контроля версии нет. Если у вас есть какой-то сайт, с которым вы работаете, и вы не технический специалист, спросите, есть ли система контроля версии, и какой есть у разработчиков, у отдела разработки план по откату в случае аварии, в случае выкладки плохого кода. Очень часто мы видим, что разработчиков занимают, исходя из опыта технологий, а не опыта эксплуатации проектов, которые они запустили. Да, разработчик может знать много-много крутых технологий, да, разработчик, может быть, знает какие-то, сделал какие-то известные проекты и с ними плотно работает, но мы сами начинали в 2007 году как аутсорсеры. Настоящий опыт человек получает, когда эксплуатирует то, что он сделал. То есть человек запустил сайт и после этого уже понял, что с ним происходит, научился с этим жить, научился исправлять ошибки в бою, когда клиенты, настоящие клиенты уже идут, совершают какие-то действия, а сайтом становится все плохо. Ведется ли документация по проекту? Половина проектов имеет очень странную документацию, которая, она не то, что разработчики не хотят писать документацию, она скорее, что разработчики начинают писать документацию, потом приходят, просят изменить что-то в сайте, потом просят еще раз изменить в сайте, потом еще раз и еще раз и еще раз, и количество изменений такое, что дальше появляется уже мысль, я изменю это позже. Нужно за документацией следить, понимать, что она должна быть, И важно еще к тому же по-хорошему кого-нибудь показать, чтобы понять, может ли другой человек адекватно понять то, что там написано. И важный вопрос, насколько доступны разработчики, потому что, как я уже сказал, сайт это скорее не статическая система, а живой организм. Может произойти что-то в процессе его жизни. И если произойдет что-то плохое, произойдет какая-то ошибка, эти разработчиков по-хорошему можно попросить разобраться. Или чтобы был хотя бы какой-то человек, который можно было попросить разобраться и посмотреть, что происходит. Про администраторов есть два важных момента. Первое, админы должны быть хоть какие-нибудь доступные, не обязательно должна быть какая-то крутая служба техподдержки. Достаточно просто, чтобы был админ, у которого можно было понятно, что можно было позвонить и попросить оперативно вылезти. Лучше из таких админов несколько. Идеально, если эти админы при этом понимают, что один если недоступен, то второй будет доступен. Это будет очень классно. То же самое, что с разработчиками. Вопрос не в используемых технологиях, а вопрос в опыте эксплуатации сложных проектов. Если на проект резко повалилась маркетинговая компания, нагрузка и так далее, вопрос ведь не в том, какие крутые штуки вы знаете, а вопрос в том, как вы с этой большой-большой нагрузкой умеете справляться. Что вы раньше видели, как вы знаете, что происходит и так далее. У меня есть такая фраза, что разработчик это все-таки опыт алгоритмический, опыт решения задач, а администратор это сумма тех шишек, которые человек набивал за годы своей работы. Если разработчик может быть хорошим из-за довольно короткое время, то у админа по-хорошему должен быть большой-большой опыт работы в той сфере, в которой вы должны с ним работать. То есть, если это офисный админ, то да, у него должен быть большой офисный опыт. Если это вебовый админ, который должен эксплуатировать вебовский проект, то, к сожалению, по нашей практике офисных админов опыта гораздо меньше. И нельзя, это как хирург. К хирургу приезжает на операцию пациент. Если хирург не сделал до этого 100 операций, а имеет только некую теорию о том, как и что нужно сделать, то риск ошибки велик. То есть, хороший врач – это врач, который работает очень давно и видел очень-очень много болячек. И отдельный вопрос – это опыт разработки. Если у админа есть опыт разработки, то очень круто, потому что тогда пропадает известная-известная болячка взаимодействия разработчиков и админов, когда разработчик говорит, что вы знаете, это все админа, а админ, не имея возможности локализовать проблему в коде, говорит, что нет, все это в разработке, и где я не знаю, и все, начинается карусель. Да, мы обсудили вопрос про инфраструктуру, мы обсудили вопрос про то, какие правила надо соблюдать с людьми, но вот сайт запущен, есть какие-то некие практики, которые следует соблюдать просто в процессе его эксплуатации. По нашему опыту, большинство аварий происходит из-за человеческого фактора. Очень-очень мало аварий происходит в результате того, что сломался сервер, произошла авария на сервере, произошла авария на хостинге. Чаще всего сайты, если он живой, если он приносит деньги, он меняется постоянно. И вот чем больше этих изменений возникает, дальше работает теория больших чисел. Произошло множество изменений, в одной из этих изменений может случиться ошибка. Поэтому, когда вы решили эксплуатировать большой проект и вы хотите, чтобы он минимально падал, вы должны разработать для себя некую, опять же, политику, некую стратегию по поводу того, как вы будете работать, как вы минимизируете риск от этого большого числа изменений. Сможете ли вы откатить сайт после выкладки? Какие есть варианты с тем, что выкладывается новая версия, какие могут быть проблемы? Может быть, просто ошибки в выкладке, которая пропустила тестирование. Может быть, сайт работал хорошо под небольшой нагрузкой, но в каких-то определенных хитрых случаях он немедленно кладет сервер и нужно откатиться назад. Каждую такую выкладку важно понимать, что вы должны иметь возможность откатиться на предыдущую версию. А это, на самом деле, не так просто, потому что, возможно, вместе с изменениями кода была изменена ищая структура базы данных, и старый код не будет работать с новой базой. Должна быть существовать нормальная практика отката на предыдущую версию. Идеально, если вы еще к тому же это специально делаете. То есть вы выложили новую версию, дальше в рамках полевых испытаний говорите, окей, ребята, теперь давайте откатимся на предыдущую версию и посмотрим, что будет. Очень хитрый момент, который многие пропускают, опять же, это то, что если у вас есть резервный сервер, но на этот резервный сервер идет полная синхронизация боевого сервера, то он вам ничем не поможет, если в результате выкладки у вас начались проблемы с нагрузкой. То есть вы выложили на бой код, код начал съедать все возможное процессорное время, вы переключаетесь на резерв, но там происходит то же самое, потому что там тот же самый код, та же самая архитектура в лучшем случае. Поэтому в идеальном мире, совсем идеальном, это такое, видимо, очень редко, было бы очень круто иметь практику аккуратного обновления структуры баз данных, которая будет работать и с новой версией, и со старой версией, а вместе с основной резервной площадкой, на которой будет все зеркалироваться, иметь еще резервную площадку со старой версией, на которой можно будет оперативно переключиться в случае падения. Ну и важно, что в любом, в идеальном же мире, в этой идеальной сферической картине, где сайт все соблюдается абсолютно правильно, люди не прибегают и не просят изменить очень быстро вот эту штучку, только поставить запятую, все изменения делаются инкрементально, то есть пошагово. То есть вы всегда лишь добавляете новый кирпичик, который можете убрать, а не перестраиваете старые кирпичики, и оказываетесь в ситуации, когда назад пойти нельзя, вперед пойти очень долго и все лежит. Отдельный вопрос – это проведение маркетинговых компаний на сайте, наверное, последний уже в моем докладе. Пусть у вас хорошая инфраструктура, пусть у вас грамотная разработка, хорошее администрирование, пусть вы умеете откатываться на предыдущие версии, пусть у вас хорошо происходит процесс изменений на сайте. Ваш отдел маркетинга должен быть плотно связан с техническим отделом, который занимается развитием сайта. У меня есть такая некая байка о том, как отдел маркетинга одного из наших клиентов заказал рекламу у одного из популярных блогеров, видеоблогеров, где он в видеоролике сказал, что дорогие зрители, приходите, пожалуйста, на сайт, регистрируйтесь, и зарегистрировавшийся имеет шанс выиграть айфон. Это прямо в ролике, в еженедельном произошло, сайт не был готов к масштабированию, туда повалилось огромное количество народа, а самое главное, что это была даже не рекламная кампания, которую можно остановить, еженедельный ролик видеоблогерской звезды. Маркетинг попытался попросить снять этот ролик с ютубовского эфира, но, естественно, там отказали. Сайт пролежал под вот таким маркетинговым додосом больше, чем двое суток, потому что люди шли и шли за бесплатными айфонами, несмотря на то, что сайт лежал. По сути, любая маркетинговая компания должна быть согласована с техническим отделом, и технический отдел должен примерно хотя бы понимать, сколько придет людей, и должен понимать, насколько можно отмасштабироваться под нагрузкой. Какой ресурс есть для того, чтобы проработать, какой ресурс есть, насколько легко и быстро можно будет отмасштабироваться, можно ли будет откатиться назад технически, чтобы отключить какие-то компоненты, чтобы стало меньше нагрузки, можно ли будет отменить маркетинговую компанию по запросу тех отделов, случится беда или нет. Отдельный момент, просто как бы такой по опыту. Первые любые крупные рассылки практически всегда пройдут с авариями, потому что оценить количество переходов с почты сложно, понять, сколько будет на самом деле посетителей, тоже сложно понять. Ведь смотрите, пусть у вас база на 50 тысяч человек. Никто не знает, эти 50 тысяч человек придут в течение трех часов или в течение одной минуты, прочитав про бесплатный айфон. Если эти 50 тысяч человек придут в течение одной минуты, это будет нагрузка соизмеримая с сотнями миллионов уникальных посетителей в сутки, если они идут так постоянно. Сайт ляжет, все будет очень плохо. Поэтому не стоит надеяться на то, что первые рассылки будут хорошими, но исходя из них можно понять, как дальше масштабироваться, как дальше жить. Я надеюсь, что эти советы были полезными. Сама тема отказоустойчивости очень-очень-очень большая. Если что, то пишите, звоните, поговорим. Женя, спасибо. Вопросы. Некоторые хостеры предлагают решение, катастрофоустойчивый хостинг, метрокластер, геокластер. Есть на практике работающие решения, когда не надо адаптировать приложение, оно само всегда работает? На практике нет. Теоретически я себе это представляю. Но, как я сказал, что большинство аварий – это аварии, связанные с кодом. И вот хостинги, они такую штуку не предоставляют. То есть у тебя нет резерва предыдущей версии, на которой ты можешь катиться. А это, мне кажется, для стопроцентного аптайма это главное, что должно быть. Какие средства мониторинга серверов используете? У нас собственная система. А так, в принципе, классный старый добрый Zephyx, хотя его многие не любят. Это если стендалон штуки. Классный графит, но его надо уметь готовить. Если SaaS, то крутой, ну, прикольный российский OKMeter, прикольный Datadog. Очень круто и очень полезно. Не велик, но довольно дорого. Наверное, основное, что в голову приходит. Как мониторить наличие или отсутствие актуальных бэкапов? Скрипт бэкапный можно писать в лог. Лог можно проверять на бэкапы, с комплекту, такие и другие системные сообщения. А у нас для этого человек, потому что мы никому не верим. Про себя могу сказать. Бэкап невозможно проверить достоверно, не восстановив из этого бэкапа. Это, наверное, единственная достоверная проверка. И куча косвенных проверок. То есть наличие лога, что он сделался, наличие пустого лога ошибок, что там ничего не сломалось. Файлики немаленькие. То есть размер бэкапа, это если несколько инстансов, количество бэкапов и так далее. Расскажите подробнее, как вы мониторите актуальность бизнес-функции сайта. То есть те же актуальные товары в рекомендациях на сайте, про которые упомянули. Ну, это не совсем товары, не совсем актуальные товары. Это, скорее, вот я говорю, две совсем простые штуки, которые можно всегда сделать. Это количество, время, прошедшее с последнего заказа, потому что если у вас часто покупают, а потом вдруг перестали, возможно, случилась беда. И второе, всегда какие-то потери во время выгрузки, это довольно частая проблема. Они приводят к тому, что страница, большая-большая страница каталога, она начинает резко уменьшаться, и на это можно поставить оповещение. То есть у вас страница весила, например, 150 килобайт, вы ставите алерт, если страница начинает весить меньше 130, а в результате авария начинает весить 50, у вас прилетает алерт, вы смотрите, что случилось со страницей. Ну, а по тем же заказам можно там селект из базы сделать, рассмотреть время последнего заказа. Да, просто собирать каталог хотя бы даже. Так, коллеги, спасибо. Евгений, еще раз спасибо за доклад.